Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. В 2005-м во время очередной прямой линии Владимир Путин занял категоричную позицию по поводу изменения пенсионного возраста. Получается, что его слова потеряли всяческий вес. Правительство Медведева собирается повысить планку выхода на пенсию. Так что же значит слово президента? По-настоящему волноваться, пожалуй, еще рано. Реформа лишь на стадии правительственной инициативы. Впрочем, мало кто сомневается, что пенсионный цен споднимут. Если сейчас для мужчин он составляет 60 лет, а для женщин 55, то в перспективе это 65 и 63 соответственно. Что я по этому поводу думаю? Будем жить, работать. Ну, повышает и повышает. Больше я ничего об этом не думаю. Я знала, что это неизбежно и это будет. Так что будем работать дальше. Ничего страшного. Согласен. А почему вы согласны? Ну, делают, значит, правильно. Я поддерживаю нашу, как сказать, путь. Ну, это хорошо. Сейчас все работает после пенсии. Учителя особенно. То есть вы положительно оцениваете реформу? Далеко не все смотрят на грядущие перемены с оптимизмом. В федеральном правительстве уверяют, что мера болезненная, но вынужденная. Это способствует стабилизации пенсионного фонда, поможет в целом укрепить экономику страны. Чтобы изменения прошли мягче, предусмотрен определенный переходный период, рассчитанный на несколько лет. Однако, сути дела это не меняет. Многих пугают столь серьезные перемены. По поводу повышения пенсионного возраста, я думаю, что это не совсем правильно. Тем более, что пенсии так и так настолько малы, что очень часто людям приходится работать даже на пенсии. И тем более, при условии повышения пенсионного возраста становится, я считаю, приближается к неприемлемому. Не разделяю того, что повышается пенсионный возраст. Ну, как сказать, до такого возраста и так мало кто доживает, в принципе. То есть надо дать людям время отдохнуть после того, как они заслужены. Ну, это заслужит, так сказать. Ну, если честно, это не очень хорошо, как во мне. Я считаю, что слишком уж зачем оттягивать. Тем более пенсия сейчас маленькая стала. Ну, не как стала. Якобы прибавляют, но в итоге, ну, вы сами понимаете, ничего толком не прибавляют. Что я думаю по этому поводу? Во-первых, это большая моральная ошибка. Потом, это экономическая ошибка, огромная. Это ошибка политическая. Вот. Моральная. Это ответственность перед поколениями, которые пережили 90-е молодые годы, которых не дали социально. Лишили права на труд, права на жилье и на медицинское обслуживание как таковое. Дорогие мои, вот как нам молодым-то вот, дай бог дожить бы нам до пенсии-то, а если мы не доживем? Вот почти 50 лет. А до 43-х повысили? Против, против. И как нам доработать? Это нельзя. Это вот у них закалка. Это нельзя повышать. А мы молодые только сейчас на лекарство работаем. Власти успокаивают, что пенсии в ближайшие годы значительно вырастут. Впрочем, это не отменяет того, что цены стремительно повышаются, а жизнь дорожает. Многие люди старшего возраста даже после выхода на пенсию продолжают работать. Нередко это вынужденная мера. В Центр содействия занятости с начала года обратилось почти 4 тысячи ивановцев предпенсионного возраста. Работу мы с ними проводим так же, как со всеми гражданами. То есть, если обращаются за подбором работы, то ведется работа по подбору подходящей работы. То есть, граждан предпенсионного возраста, если у них есть желание, как и у всех граждан, обратившись за услугами службы занятости, допустим, получить дополнительное какое-то профессиональное образование, то есть мы так же работаем в этом направлении. Действительно, оставшись без работы, люди старшего возраста могут перепрофилироваться и получить новую специальность. Однако, такая перспектива прельщает далеко не всех. В службе занятости предлагают, как правило, не самые высокооплачиваемые специальности. Средняя зарплата 16-18 тысяч в месяц. Да и при прочих равных работодатель, скорее всего, отдаст предпочтение молодому сотруднику. После 60, конечно, меньше пока востребованы люди, поскольку, в принципе-то, это пенсионный возраст, в общем-то. И, тем не менее, есть случаи трудоустройства и пенсионеров. Цифры в Центре занятости говорят сами за себя. Больше половины соискателей среднего возраста находят работу. В предпенсионной возрастной группе этот показатель лишь 10%. Так, потеряв работу в 60, вернуться к трудовой деятельности будет непросто. Что же до грядущей реформы, то примечательно, что новость об этом появилась ровно в тот день, когда в России стартовал чемпионат мира по футболу. На фоне победы нашей сборной федеральные телеканалы отодвинули информацию о повышении пенсионного возраста на второй план. За несколько месяцев после выборов, на которых Владимир Путин в четвертый раз, разгромив политических конкурентов, одержал победу, в стране успело многое измениться. Цены на бензин подскочили аж на 10%. Налог на добавленную стоимость НДС вырос с 18% до 20%. А значит, скакнет ценник на товары и услуги. По прогнозам, в перспективе увеличения подоходного налога. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.